Шесть номинаций, более 800 участников и творческие коллективы из 30 городов и районов региона. В Новокуйбышевске прошел четвертый областной детский межнациональный фестиваль-конкурс «Радуга Поволжья». На гала-концерте конкурса, где подвели его итоги, побывала и наша съемочная группа. Старшеклассники Новокуйбышевской первой гимназии придумали оригинальный способ демонстрации единства народов, населяющих Поволжье. Авторы идеи назвали себя агитбригадовцами и теперь их группа – желанные гости на всех городских площадках. Мы работаем залом, то есть мы наглядно показываем, просим подняться сначала представители татарской национальности, встают несколько человек, просим подняться представители чувашеской национальности и так далее. Но когда мы просим подняться всех россиян, встают все. Зримому воплощению идеи дружбы народов как раз и посвящен детский межнациональный фестиваль «Радуга Поволжья». В четвертый раз в Новокуйбышевске собираются детские творческие коллективы из 30 городов и районов области. Этнические культуры представляют более 800 участников от 10 до 17 лет. Гостями фестиваля стали 16 национальных общественных организаций региона. Мы благодарны всем тем, кто поддержал его самую главную идею, когда дети рассказывают своим сверстникам о культуре народов Поволжья, тем самым приближая идеи национального единства и согласия. Дружбу народов участники фестиваля пропагандируют средствами хореографии, драматургии, декоративно-прикладного творчества и вокала. В этом году впервые в рамках фестиваля для лидеров школьного самоуправления прошел урок национального самосознания. Очень важно, чтобы с подрастающим поколением у вас такая неформальная глубокая работа. Ведь дело не только в том, что они учат народные танцы, поют народные песни, понимают свои корни. Самое главное, что они принимают другую национальность, другой этнос, принимают всей душой. Фестиваль-конкурс проводится в области с 2014 года. За три года его участниками стали более 3000 начинающих артистов. Владислав Жирнов, Александр Дудко, Новости губернии.